Музыка Ассаламу алейкум, уважаемые телезрители! Мы сегодня хотим начинать небольшой цикл передач «Экономика просвещения». И начинаем мы его сегодня с представителями ООО «Ресалат Холдинг» Магомеду Расулу Ассабалиевичу, руководитель отдела по связям со средствами массовой информации. Ассаламу алейкум! Алейкум алейкум! И у нас сегодня администратор магазина «Ресалат» на Тахадайо Мураду Ассумая Джабулатовна. Алейкум алейкум! И, уважаемые телезрители, у нас внизу, напоминаю, как всегда, мы выходим в прямом эфире. И внизу экрана есть номер WhatsApp, по которому вы могли бы нам задать вопросы по сегодняшней нашей теме. Вот, в моем понимании, экономика просвещения – это все-таки, может быть, термин, словосочетание, может быть, не очень приучное. Но, тем не менее, когда мы готовим какой-то продукт для просвещенческой работы, будет это книга, будет это фильм, будет, значит, там, аудиокнига, есть какие-то расходы, есть какие-то моменты, которые туда надо включать. И начнем, наверное, Расул Асабалевич с вас. Вопрос был такого плана. Ну, мы знаем, «Ресалат Холдинг» имеет достаточно обширную, как бы, сферу деятельности, в том числе у вас есть достаточно большая работа, может быть, даже основная работа у вас направлена на просвещенческую рабочую. Вот у вас какие просвещенческие продукты, вот есть в вашем, как бы, ряду услуг, продуктов? Давайте с этого начнем. В основном компания «Ресалат Холдинг» занимается распространением аудио-видеопродукции. Вот мы, например, смотрим, анализируем, что людям интересно. Допустим, вот последние наши выпуски, это были документальные научно-познавательные фильмы, аудиокниги, есть мультфильмы для детей. И стараемся выбирать продукцию именно такую, которая приносит пользу людям, чтобы мы, продавая эту продукцию, приносили для общества что-то полезное, просвещение, чтобы было непросто. Мы могли бы, например, продавать обычные какие-то фильмы или боевики какие-то, может быть. Но мы выбрали именно такое направление. Ну, может быть, боевики, блокбастеры, какие-то такие вещи, может быть, они быстрее уходили бы с точки зрения реализации. У вас есть свое направление, как говорится, нищая своя, рыночная. И вот ваши фильмы, продукции, она достаточно так известна. В принципе, известна им продукция магазина «Ресалат». Вот сегодняшний день магазин «Ресалат» на дохода 136, да, это получается. Что он из себя представляет? Наш магазин из себя представляет более 11 отделов. То есть, в магазине представлена практически вся исламская продукция, начиная от литературы, заканчивая до самой нужной абсолютно буту, мелочи для мусульманина. В нашем магазине есть библиотеки для русскоговорящих и для арабскоговорящих. То есть, в магазине представлено более тысячи номинований книг, также более тысячи номинований разных товаров. Мы не стоим на месте. То есть, мы, наверное, в основном в любом случае будем говорить, наверное, про книги, поскольку это более относится, наверное, к просвещению. И вот «Ресарат» делают на арабском языке, то есть, это первые источники, наверное, которые привозят. Или вы как? Да, непосредственно. Арабские книги нам привозят с Бейрута. То есть, мы заказываем их там. А то, что русскоязычные книжечки, уже мы печатаем здесь, в России. То есть, мы печатаем в Твери, в Рыбинске. То есть, вы здесь работаете напрямую с нашими российскими авторами? Непосредственно. Или какие-то старинные книги, какие-то реставрации, что-нибудь такое происходит? Конечно же, да. То есть, все книжечки, которые составляем «Ресарат Холдингом», они берутся из книг «Кудьява» и составляются на тех книгах, которые уже представлены были в нашей библиотеке. Вот разделы, которые есть. Некоторые люди говорят, книги, которые достаточно... Вот сейчас мы видим, некоторые образцы здесь тоже по переплету, по работе, они достаточно красивы, выдержаны в современной культуре и достаточно хорошо сделаны. Вот, допустим, «Клади зверей» муфтия от Республики Дагестан. Это «Канзал-Муариф Аль-Кабир Фишарф Аль-Мухтасар Ас-Сагир». Ну, это, я так понимаю, переводная книга. Да-да-да, конечно. Ну, в любом случае, такие достаточно распространенные книги есть. Вот, мы, наверное, будем как бы переходить туда-сюда, чтобы как-то параллельно вести разговор. Расул Асалович, вот из сегодняшних ваших продуктов, которые наиболее востребованы, какие вы предпочтете? На сегодняшний день это аудиокниги, в первую очередь, и мультфильмы. То есть, люди, вот, допустим, вот книга здесь представлена, «Благонравие праведников». И так как не все... Да, вот, наши муфтии, чех Ахмад Хаджи, достаточно хорошие переплеты, очень, так сказать... Кожаные переплеты. Да, для рук очень приятные. Ну, содержание мы, само собой, как бы, особо не были. Получается, в этой же книге есть, а в аудиоформате тоже. Да, вот мы видим, допустим, что эта книга пользуется большим спросом, и темы, которые там поднимаются в этой книге, очень актуальны сейчас. Сделали озвучку именно хорошую, то есть, мы не сделали озвучивание, допустим, здесь, в Дагестане заказали, а именно с Москвы. Хорошие... Да, чтобы эту книгу, эту аудиокнигу, было интересно слушать не только дагестанцам, но и в России, допустим. А, по-моему, на диске у меня есть такая книга, аудиоформаты. Я как обратил внимание, то, что читается на арабском, там, тексты, Корана или хадисы, которые в оригинале приводят, читают, по-моему, наши алимы. Да. А остальное, как бы, текст в основном читает, ну, человек другой, так чувствуется человек, который, ну, не нашу национальность, и, поскольку некоторые буквы, которые, допустим, мы произносим, или махраджи есть, он помягче, скажем так, произносит. А остальное, дикции, вот, хорошо, ну, во всяком случае, воспринимается информация хорошо. Да, вот, мы стараемся выбирать именно продукцию, которая интересна людям. Есть аудиокниги на историю о сподвижниках, допустим, это еще не издавалось, вот мы решили сделать. Есть на национальных языках про имама Шамиля, вот книга озвучена была недавно, она вышла в аудиоформате. Да, да, да. Мурад Дадаев, автор книги, вот сделали озвучку, тоже очень пользуется спросом. И есть научные документальные фильмы, мультфильмы для детей, и мультфильмы очень познавательные, то есть дети у нас сейчас смотрят, ну, всякие такие мультфильмы, которые чуть их психику, их сознание меняют, и они становятся балованными. А наши мультфильмы, они именно на образование, на то, чтобы принести какую-то пользу детям, на это нацелены. А вот нашим людям, обычно, когда мы говорим о мультфильме, там, ну, погоди, или там из российских, если вспомнить, там, Винни-Пух или какие-то, у вас есть какие-то народы, которые были в востребовании, вы какой-то анализ, аудит такой продукции, реализации делаете, или как это происходит? Ну, у нас в основном мультфильмы об истории праведных людей. Есть истории животных, истории людей, истории женщин, упомянутых в Коране, истории табиинов, очень интересный цикл мультфильмов. Все вот то, что взято из наших источников, из хадисов, из Корана, вот эти мультфильмы, в основном. Мультфильмы, они озвучиваются вами, или вы их здесь пишете, или сами создаете? Здесь мы делаем перевод, делаем корректировку текста, а саму озвучку заказываем уже непосредственно в России. То есть, мультфильмы тоже вы сначала покупаете оригинальный иностранного производства, так? Да, да, иностранного производства, и здесь озвучиваем уже. В Москве в основном стараемся заказывать озвучку в Москве, профессиональную, то есть многоголосную, у каждого персонажа свой голос. Ну, я помню, допустим, когда шла озвучка первого варианта, например, «Пророк Юсуф», по-моему, там чуть ли всего два голоса, или три голоса было озвучки, так немножко сложно было понимать, когда человек смотрит, если внимательно не смотреть, там как-то отличить, кто из них разговаривает. Ну, когда каждый, как бы, актер озвучивается отдельно, как восприятие другое бывает. Давайте вернемся к магазину «Рисалат» и литературу, вот здесь, которая у нас есть, она, в принципе, русскоязычная, и кроме вот «Иршаду-ль-Авам», большой труд Исаеву Ахмад Ажи, как в простонародье говорят, «Удобрис Ахмад», алхамдуллах, что есть такие большие алимы. Это второй том, и я так, ну, первый том уже был, в принципе, он и сейчас есть, наверное, в реализации. Да, конечно же, он обязательно есть в продаже. И том, он, каждый том, когда-то 700-800 страниц, очень большой труд, как я понимаю, еще ожидается или как? Да, на самом деле это очень колоссальный труд. Я представляю, сколько, это чисто мое мнение, сколько автор вложил в это и силы, и времени для того, чтобы собрать всю эту информацию воедино и соединить такую книгу. Есть, безусловно, и первый том, и второй, и надеюсь, что автор не остановится и в дальнейшем, так как ожидается переводы, переводы будут у нас и на русском языке, то есть продолжают, и тома будут издаваться, сколько я знаю, в четырех томах. То есть это будет четырехтомник. Вот я покажу нашим телезрителям, вот это второй том, первый том, он больше был связан с Рибадатом, как бы на прямой адрес. В принципе, он, те, кто читает на аварском языке, здесь вся исламская экономика есть, я немножко знаком с этой книгой, хочу пожелать здоровья и Тауфих, как говорится, Ахмад Хашид, чтобы он его смог закончить, все четыре тома. И людям, вот этот второй том, он прямо, вся исламская экономика здесь есть, кто, как бы, наши бизнесмены, кому это доступно, вот, читать на аварском языке, купли, продажи, залоги, Рибас, Залам, Дарам, Иджара, значит, все виды здесь заложены, и даже в том числе здесь, я посмотрел, заложены и современные вопросы экономики. Вот иногда у людей бывает такое представление, что наши алимы, как по современных, таких технологических, технических вещах, особо не разбираются. Но мы-то всегда обратно убеждаемся, что они всегда даже чуть впереди, чем мы находимся. В том числе здесь есть и интернет-торговля, как бы, ведение, шариатские какие-то направления. Есть даже, по-моему, закат даже с этого... По имуществу. По имуществу, вплоть до материнского капитала, все вопросы здесь рассмотрены. Расул Асалович, вопрос был такой, насколько я знаю, у вас есть интернет-магазин. Вот как он работает, что там представлено, хотелось бы, чтобы вы поделились с нашими телезрителями. Интернет-магазин у нас называется risalat.ru. Он как бы распространен, очень пользуется спросом в России и даже по странам СНГ. Его очень хорошо знают, себя хорошо зарекомендовал. Посещаемость около тысячи-полтора тысячи в день у этого сайта. И там представлена разнообразная продукция и выстроена по тематике. Там содержится продукция не только магазина рисалата, как бы и вообще любая продукция, которую можно исламскую заказать. То есть, в том числе, вы с ними тоже сотрудничаете в этом направлении? Да, в первую очередь с самим магазином. Ну, с самим магазином непосредственно в первую очередь сотрудничаем. То есть, электронные варианты, некоторые из этих книг, которые у них представлены, мы, я имею в виду телезрители наши, могут у вас купить по интернету, да? Да, можно заказать, будет доставка. Доставка осуществляется по почте и человек, когда получает заказ, оплачивает. То есть, оплата происходит при получении уже продукции? Да, при получении. То есть, предоплата, вот такие рисковые моменты, что человек может не получить, то есть, таких моментов нет? Ну, не везде. Допустим, если это посылку далеко надо вести, то здесь мы уже стараемся по предоплате работать. Потому что, если вдруг там человек откажется или что-то, очень затратно получается для нас, чтобы обратно. Ну, тут есть обратные ваши риски, получается. То есть, ну, здесь видите, как исламная торговля предполагает обоюдное доверие, что люди могли работать как-то. Но, в любом случае, человек примет продукцию или не примет с почты России, вам все равно придется рассчитываться. Конечно. Поэтому, наверное, это может быть определенный форум. Бывают такие у нас затраты, когда обратно возвращают. Ну, приходится на такой риск идти. А что делать? Большинство магазинов таки работают, поэтому... Ну, купли, продажи, торговли, это, наверное, изначально так предусмотрено, что, то есть, будут и риски, и доходы, и расходы, и убытки. Вот телезрители пока нам еще, салам, алах, 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 асалам, может, собираются еще вопрос задавать. Ну, когда зададут, я вам точно задам. Вот, значит, возвращаясь к нашим книгам, вот здесь, например, есть книги, вот из этих книг, которые сегодня здесь присутствуют, в интернет-магазине, какие можно приобрести? В принципе, в интернет-магазине самая такая ходовая книжечка на сегодняшний день считается благонравие праведников, то, что у нас представлено в кожаном перепрытии. У них, естественно, она будет и в книжном варианте, и в аудио формате. То есть интернет, она сразу оба отправляет еще ли? Или это уже по выбору? По выбору клиента, то есть на заказ. Что предпочитает клиент, то есть то и будет собрано в товаре. Вот иногда бывает такая вещь, вот ценовой диапазон и в вашей продукции, и в вашей продукции, она как формируется, потому что я, как бы понимаю, вот, чтобы сделать достаточно качественную, вот, допустим, книгу, вот, Чикаса Саида Фанди называется, значит, Мухаммад Ханзаева книга, ну, он автор четырех-пяти книг, которые, насколько я знаю, только в вашем магазине. Вот сегодня только две книги, и вот здесь. Но эта книга, как мы говорим, сразу всем, наверное, и так понятна, посвящена Саида Фанди, Ходи Сыру, черкейскому. А эта книга просто, это сборник стихов Мухаммада Ханзаева на аварском языке, я так понимаю. Про Дагестан. А? Про Дагестан. Ну, да. Ну, не Аллах, Дагестан называется. Ну, береги Дагестан Всевышнего. Вот. Они тоже в электронном формате есть, или они только в бумажном формате они могут получить? Ну, это уже, наверное, вопрос будет к интернет-магазину, так как они занимаются. Вот такая книга у вас сколько стоит? У нас на среднем стоит 220 рублей. 220 рублей. А Иршад Альвам? Иршад Альвам стоит у нас 450 рублей. Ну, пусть цены не мягкие. Ну, сопоставимо, в принципе, по объему тоже. Мы как бы книгу продаем, наверное, не по содержанию, а по вашим расходам, наверное. Вот примерно как ваша цена формируется, вы можете объяснять телезрителям? Потому что некоторым кажется, что это дорого, некоторым кажется, вроде бы нормально. Да, зачастую клиентов пугает, конечно же, цены на литературу. Но я, чисто мое мнение, это то, что книжечка, она не так легко собирается. То есть это, в первую очередь, информация. Поиск информации о составлении самой книги. Сами затраты на переплет, на само переиздание, на исправление ошибок, на права книги. Оформление авторских прав. Конечно же, да. Непосредственно это занимает больше всего времени. То есть правильная передача смысла определенного перевода с абразских книг, так как составляется книга с арабских книг, с русских книг, те, что имеются в библиотеке. То есть это расходы на переводчиков, на других людей, которые занимают технических работников. Конечно же, да. Сама же бумага, в принципе, мы видим, достаточно качественная бумага и переплет. И сам тираж. Соответственно, не в одном экземпляре состоится, а сам тираж бывает очень крупный. То есть, как у Благонравия, было около 100 тысяч, более 100 тысяч. Более 100 тысяч тиражей, да? Да, да, да. Он почти весь разошелся, или вы... Он почти весь разошелся, мы повторно еще и заказывали. То есть на сегодняшний этап лидер продаж. Ну, алхамдуллах, что людям интересно, хотят, наверное, понимать, как это происходит. Тут в последнее время я заметил, как я говорил, вот второй том, посвященный экономике. Вот у нас постоянный голод сейчас по экономической тематике. И радует, что появилась такая книга «Торговля и финансы в исламе». Вот Муфтиат Республики Дагестан. Вот такая интересная книга. И она, здесь общие принципы в этой книге тоже, в принципе, изложены. Вот еще какие-то книги по исламско-экономическому направлению у вас есть? К сожалению, нет. На сегодняшний день только торговля ислами и шаду ля вам. То, что представлено в экономике, в частности, конкретно по торговле. Вот еще такой вопрос. Значит, поскольку достаточно известный магазин «Салат», он по исламской литературе, ну, наверное, может быть, даже самый крупный в республике. Вот национальные языки как-то представлены? Конечно же, да. В первую очередь «Салат» уже давно на рынке. То есть обязательно следим за тенденциями, что интересно нашему покупателю. У нашей библиотеки представлены обязательно языковые. То есть на Даргинском, на Кумыкском, на Аварском. То есть, в принципе, книги имеются в наличии продажи. Все они на тематику пророка Мухаммада, саллилаллаху алейкумсалям, ведут общие основы ислама. В принципе, есть еще и детский отдел, то есть так как клиенты интересуются детской литературе. Отдел детской литературы? Конечно же, да. И там на национальных или на русскоязычных? Нет, детская литература предоставлена пока только на русском языке. То есть у нас нет авторов? Или как-то вы еще... У нас пока еще не было востребований. То есть не было таких предложений, чтобы мы издавали их. Я к чему это говорю? Потому что мы же, вот когда говорим про освещение, если детей, их надо, наверное, тоже и самоначально, как бы приобщать к этому делу. Плюс к этому мы же все время говорим, мы тут аварцы, там, даргинцы, кто-то, кто-то. Ну, если я не владею языком и не являюсь носителем культуры, вот как-то... Мы, безусловно, возьмем примечание, то есть мы возьмемся на заметку то, что будет востребовано и такое, так как нас интересует, в первую очередь, мнение клиента. То, что будет интересно и востребовано, мы обязательно постараемся сделать, чтобы оно было в наличии. Значит, кроме интернет-магазина и прямой аудио-видеопродукции, вы еще каким-то направлением просвещенческому этим занимаетесь, Резонат Холдинг? Ну, периодически устраиваем какие-либо мероприятия. Вот сейчас планируется тоже жеребьевка четвертой акции, то есть не просто, как раньше на ННТ, где в прямом эфире провести, а вот эти мероприятия. И на таких мероприятиях мы стараемся, чтобы в выступлении было кого-либо из алимов или это какой-то социальный ролик был, ну, чтобы там какую-то подачу сделать тоже, просветительскую какую-то подачу сделать, вот мероприятия тоже периодически проводим. И вот аудио-книга дороже стоит или в бумажном формате? Цена приблизительно одинаковая, смотря какая книга. Здесь вот благонравие, если взять, у нее цена 100 рублей. Насколько я знаю, обычная, не в кожаном переплете? Это, я так понимаю, немножко сувенирная книга, она, скорее всего, она была ограниченным тиражом, вот именно в таком переплете. Это, наверное, можно купить как сувенир и подарить, и тут, как говорится, приятное с полезным, как бы и кожаный переплет, и содержание, и все остальное. Мы говорим о среднем продукции, это как бы эксклюзивная вещь. Обычная переплета, она сколько стоит? 100 рублей. Аудио-книга сколько стоит? Аудио-книга от 150 до 200, цена чуть варьируется, как бы в каждом магазине. То есть она на чем находится? На дисках, на флешках? На дисках. На дисках, MP3-формате? Да, 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 MP3-формате. Ну, в принципе, любая из этих книг, в принципе, MP3-формате помещается, наверное, на один диск. Да, конечно. Здесь, опять же, ваши тоже расходы, наверное, на озвучку, на людей, на саму техническую часть, тиражирование. Да, допустим, озвучение вот этой книги именно тоже обошлось в немалую сумму, потому что это заказ был туда, в Москву. Там у них расценки именно непосредственно на аудиокниге выше даже, чем, если бы они озвучивали фильм, допустим, какой-то. С чем это связано? Не знаю, видимо, у них какие-то есть. Может, к нему требования другие? Ну, скорее всего, там как-то подстраиваться, нужно, может быть, под книгу изучать, чтобы правильно ее пересказать. И эмоционально как-то выдать. Ну, может, какие-то специфики свои, наверное, есть, просто так, наверное, с потолка, наверное, они тоже цены не ставят. Вот. Еще одну хорошую книгу я вижу, допустим, «Погребальный обряд в исламе». Опять же, книга в Театре Республики Дагестан. Насколько я знаю, она тоже на нескольких языках, или она на одном? У нас на самом деле, она пока только на одном языке. А на аварском языке не был такой книги? Или просто в другом переплете? Да, в черном переплете было, по-моему, в другой обложке. Я просто подумал, что он… Это же новинка нашего магазина, то есть также представлена она совсем недавно в продаже, но пользуется огромным спросом. Всем интересно изучить эту книжку, так как составлена она и красиво, то есть подобрана и обложка у нее, и сам переплет очень даже. То есть старались сами издатели, чтобы все было именно так, как требует клиент. Вот из книжных продукций вы еще с регионами как-то работаете? Мы тоже с регионами работаем только интернет-магазин, а у нас в плане только на Дагестан. Нет, я имею в виду с авторами издания, не реализации, а именно как поставщики. Кто-нибудь вам книги, там Татарстан, Москва, какие-то исламские книги, которые там изданы, у вас можно приобрести? Непосредственно, московские книжечки можно приобрести, татарстанские у нас есть книжки. То есть все, что одобрено в регионах официальным духовенством, в принципе, по их Мазабу, по их Мазабу, и по Анафе Мазабу, то есть по Шафе и Мазабу, в принципе, наше духовное управление, как говорится, может само дать заключение. Хотя к этому тоже у разных людей разные бывают, как бы претензии, там что-то еще к чему-то. Но несмотря на это, все книжки, поступаемые к нам в магазине, обязательно проходят непосредственно проверку у Духовного управления мусульман, последствия только попадают к нам на полочки. То есть у нас в магазине только одобренные книжечки, которые можно смело приобрести. В этом, в принципе, есть благо, в каком плане? Чтобы человек не попал никуда не нужно, под ненужную информационную нагрузку, скажем так. Потому что подготовка уровня каждого человека разная, и это, наверное, надо иметь в виду. И, соответственно, кому-то можно какую-то книгу читать, а кому-то это вредно читать. Как бы неподготовленным человеку читать, от него пользы нет. Наверное, серьезному алиму можно любую книгу читать, как бы он сможет отделить щелуху и сыночки. Нам, наверное, в этом плане будет немножко сложновато. В принципе, магазин Ресалат, он не только как бы книги, достаточно такой общеринный магазин. Ну, супермаркет, наверное, нельзя назвать, но есть еще несколько разделов, которые, допустим, сувенирная продукция, она же тоже у вас как бы тематическая. То есть сувенирная продукция у нас представлена из Турции, даже есть и местные работы. То есть вся она рассчитана только на исламскую тематику. Там представлены сувениры в форме каллиграфии, в частности, и серебро, сувениры, все, в общем, представлены только на исламскую тематику, даже если и какие-то драгоценности. Они наших мастеров или тоже привозные? Наши кубачи, есть и привозные турецкие. Тут еще у вас есть раздел, как сразу уходим по благовониям. Я так понимаю, раз он на первом месте стоит, он может быть более востребован или как-то? Ну, отчасти благовония тоже очень востребованы у нас, так как приятно пахнуть любят все. Особенно у нас любят очень заграничный парфюм. То есть мы стараемся регулярно смотреть, что интересно клиенту, и сразу заказываем необходимый товар. То есть наш парфюм представлен именно дубайских, эмиратовских производителей. Вот еще, как говорится, немножко такой шкурный вопрос. Заработная плата и у вас, и у вас, как бы, я как бы не в цифрах, а в сопоставимых отношениях общей заработной платы по республике, по Махачкале. Ваши работники как к этому относятся? Довольны, недовольны? Аль-Хамду-Лю, мы очень всем довольны. Честно сказать, зарплата средняя, не скажу, чтобы она и высокая, и заоблачная, или слишком низкая, но, аль-Хамду-Лю, она очень даже барракатная, хватает абсолютно на все нужды, на которые бы там... То есть я к чему это говорю? Раз мы говорим о экономике, эта заработная плата, она тоже ложится, ту же самую цену книги. Это туда ложится, в принципе, и аренда помещений, обслуживание помещений. Все, что делается вокруг этого, чтобы этот продукт дошел до человека, это все и есть экономика, в принципе. Ну, мы когда говорим про священие, просвещение это хорошо, но все равно под него должна быть экономика подведена. Если нет финансовых возможностей, вот таких прекрасных книг в формате бумажных носителях, электронных носителях, интернет-магазинах, их же, вот если мы немножко отойдем как бы 10-12 лет назад, тогда нет было таких возможностей. Поэтому хочется поблагодарить вас, что нашли время, поблагодарить Всевышнего, что нам дал такую возможность. И поскольку у нас эфирное время заканчивается, прямой эфир это немножко жесткие, как говорится, рамки. Хочу поблагодарить и телезрителей за внимание. До новых встреч. Ассаламу алейкум ва рахматулах.